Сверхдолгожительство – это сбой программы «Матрицы жизни и смерти». Наталья Бехтерева о том, почему люди умирают, и о двух главных правилах, позволяющих жить намного дольше. Я верю, что где-то на нашей планете есть люди, которым уже очень много лет. Их возраст намного больше, чем возраст известных нам долгожителей. Если мы знаем примеры людей, проживших 150 и более лет, то разве нельзя предположить, что на Земле есть супердолгожители, которые проживают по 200 и 300 лет? Наталья Петровна в одной из своих книг постаралась разобраться, почему люди умирают. Наблюдения за одним природным явлением заставили Бехтереву задуматься на эту тему. И эти наблюдения вылились в попытку ответить на вопрос, в чем заключается механизм сверхдолголетия человека. Почему человек умирает? Мне было около 40 лет, когда я впервые начала прорабатывать идею под кодовым названием «бессмертие». В то время я не рассматривала эту проблему так серьезно, потому что в этом возрасте о смерти думаешь редко. Пишет Наталья Петровна в своей книге «Магия мозга и лабиринты жизни». Как рассказывает Наталья Пехтерева, к этой теме ее подтолкнули наблюдения за падающими листьями осенью. Почему листья падают с деревьев? Казалось бы, ответ прост. Осенью листья замерзают и становятся уязвимыми для непогоды. Они не могут защитить себя от снега и сильного ветра, поэтому и падают. Но это не так. Наталья Петровна заметила, что именно осенью в том месте, где листочек крепится к ветке, начинает формироваться небольшой нарост, который и отрывает лист от ветки. Какая-то программа, заложенная в жизнь дерева, вынуждает лист умереть, чтобы весной на его месте вырос новый, но по-прежнему обреченный на смерть этой осенью лист. Нечто подобное, говорит Наталья Петровна, происходит и с человеком. Вначале человек приходит в этот мир. Позже наступает день, когда он впервые встает на ноги. Также для него наступает время первой влюбленности. Многие из родившихся пройдут через такие этапы, как создание семьи и зачатие детей. Но в какой-то момент жизни природа включает свою беспощадную программу, и человек, как лист, становится открытым и беззащитным перед любой плохой погодой. Люди в силу разных причин уходят из жизни в разном возрасте. Но, исполнив свою биологическую функцию размножения, они как будто обязаны погибнуть. Беспощадная программа даже не удосуживается этого сделать. Она отдает всем ветрам уже никому не нужную особь и никак перед ними не защищается. В природе имеется много запасов вооружения, то есть болезней, выводящих нас из строя, утверждает Наталья Бехтерева. По предположению академика, в глубинах головного мозга человека заложена определенная программная матрица, с помощью которой осуществляется управление всеми жизненными функциями нашего тела. Если данная программа существует, то она должна состоять из ряда звеньев, которые выстраиваются друг за другом в четкой последовательности. По мнению Бехтерева, и одно звено этой программы уступает место последующему дирижеру, даже не исчерпав при этом своих возможностей. Подтверждением этому являются жизни долгожителей и супердолгожителей. Как заставить программу жизни и смерти работать сверхурочно? Наталья Бехтерева предположила, что у супердолгожителей на определенном этапе жизни происходит сбой в матрице программы, поэтому не совершается переход от одного звена программы к другому. Таким образом, предыдущее звено продолжает функционировать. При этом академик Бехтерева считала, что сверхдолголетие – это сбой в заданной программе жизни и смерти. И представители науки должны искать не предпосылки, которые ведут человека к бессмертию, а именно факторы, которые вызывают сбой в программе матрицы. Что же это за факторы? В качестве примера Наталья Бехтерева привела исследования, в которых ученые пытались найти связь бессмертия с увеличением времени жизни клетки. Увеличить этот срок можно с помощью искусственно созданных генов. Однако такой эффект обязательно будет иметь последствия, отметила Бехтерева. Наталья Петровна считала, что работа, заложенная в человеке программы матрицы, во многом зависит от задач, которые человек ставит перед собой. Стоит человеку перестать над чем-то ломать голову, как звенья программы начинают ускоренно меняться, приближая его к смерти. Как известно, женщины живут дольше мужчин. Мужчины на пенсии реже серьезно занимаются чем-либо, если только не увлекаются каким-либо делом. Женщины на пенсии зачастую заняты своими внуками, и это, по крайней мере, отчасти влияет на долголетие самой женщины. Однако современные взрослые дети предпочитают все-таки жить отдельно от родителей. При этом родители не против отдохнуть от своих отпрысков. Во многом и те, и другие проигрывают каждую секунду, считает Наталья Петровна. Наталья Бехтерева считала, что если у человека нет своей программы, цели в жизни, то звенья программной цепочки включаются слишком рано, и наступает преждевременная старость. Но если у человека есть цель, то звенья программы начинают работать сверхурочно, продлевая тем самым его жизнь. Причем за свою жизнь нужно обязательно вести борьбу, даже если это непросто, считает академик Бехтерева. Болезни никого не оставляют в стороне. На 79-м году жизни Наталья Бехтерева пережила инсульт. Прошло несколько месяцев. Наталье Петровне предстояло пройти повторное МРТ. Результаты его изумили медиков. Ведь никто из них не ожидал такого значительного улучшения. Единственный человек, который не был удивлен результатами, была сама Наталья Бехтерева. Она заранее была уверена, что ее способность управлять собственным организмом даст нужные результаты. В конце жизни академик Бехтерева пыталась найти ответ на вопрос, какие факторы способствуют продлению жизни человека. В результате Наталья Петровна выделила два правила. Выполнение которых поможет человеку прожить достаточно продолжительную и, главное, качественную жизнь. Правило первое. Компенсировать недозагрузку мозга. После перенесенного инсульта Наталья Петровна находилась под присмотром врачей, которые после выписки говорили Наталье Петровне о необходимости соблюдения полного покоя. Но она вместо этого начала работать над новой книгой. Работала ежедневно, не давая себе поблажек. Кому-то может показаться, что Наталья Бехтерева ставила на себе эксперимент. Академик назвала работу над своей новой книгой «Лечением». И это лечение дало результат. Во время обследования врачи зафиксировали нормализацию всех жизненных функций в организме Натальи Бехтеревой. Столь заметное улучшение здоровья Наталья Петровна пояснила просто. Интенсивная интеллектуальная работа способствует активизации нейронов, благодаря чему в организме налаживаются процессы обмена веществ. Наталья Бехтерева была уверена, что если не заставлять мозг трудиться, то в зрелом возрасте это повлечет за собой не только возникновение проблем с памятью, мышлением, вниманием, но и состоянием физического здоровья. Что происходит с мозгом, если мы не создаем ему условий для работы? Например, если человек целый день стоит на рабочем конвейере, занимаясь одной и той же деятельностью, а после работы тратит время на просмотр телевизора, то, по мнению Натальи Бехтеревой, он живет в стереотипной ситуации. Что это значит? Занимаясь ежедневной рутинной работой, мы ходим по одним и тем же протоптанным нейронным дорожкам. Наталья Бехтерева назвала их намеченными линиями. С одной стороны, мы сохраняем энергию для создания новых нейронных путей, но с другой стороны, наш мозг не получает необходимой нагрузки. Если мы не будем как-то восполнять этот недогруз, то в конечном итоге это приведет к интеллектуальным и физическим расстройствам. Как же компенсировать эту недогрузку? Наталья провела эксперименты с добровольцами и попыталась выяснить, какая умственная работа наиболее благотворно влияет на весь наш организм. Возможно, это решение математических задач или разгадывание кроссвордов. Исследования, проведенные в Институте мозга, показали, что творческая деятельность дает возможность нашему мозгу полноценно функционировать. Участникам эксперимента было предложено такое творческое задание. Они должны были из предложенных слов придумать рассказ. Оказалось, что такая деятельность активизирует практически все участки мозга, отвечающие за самые разные процессы, таких как память, скорость принимаемых решений, эмоциональная поддержка при принятии решений и другие. Второе правило. Находить время не только для интеллектуального труда. В конце жизни Наталья Петровна пришла к выводу, что одной интеллектуальной работы мало не только для того, чтобы продлить жизнь, но и для того, чтобы прожить ее максимально полноценно на всех возрастных этапах. Конечно, в ходе своих исследований Наталья Бехтерева нашла доказательства того, что мозг связан со всеми процессами, происходящими в организме. Например, во время творческой работы наш мозг активизирует не только те области, которые отвечают за эмоциональную активность, но и процессы в эндокринной системе. Именно отсюда начинается процесс старения человеческого организма. «Мозг действительно влияет на многие процессы в организме. Он может многое, но не все», — сказала Наталья Бехтерева. Наталья Петровна отметила, что действительно многие представители интеллектуального труда живут несколько дольше. Среди коллег Бехтеревой было много долгожителей. Однако все ли они прожили полноценную жизнь? По словам Натальи Петровны, у многих из них были нарушения здоровья. Академик Бехтерева считала, что эти проблемы возникали из-за отсутствия физической активности. «Сравните город, в котором живут люди, действует инфраструктура, горят огни и заброшенную деревню, где осталось несколько стариков, доживающих свой век». Так вот, мозг человека, который не решает сложных задач и не занимается творческой деятельностью, это и есть заброшенная деревня, — дала определение академик Бехтерева. Так Наталья Бехтерева пришла к убеждению, чтобы прожить долгую и полноценную жизнь, следует соблюдать два правила. Уделять ежедневно время не только умственному труду, но и физическим нагрузкам. Наталья Петровна подтвердила это результатами своих исследований. Выяснилось, что 20 минут ежедневной физической активности благоприятно влияют на нейропластичность мозга. Под воздействием новых опытов формируются и новые нейронные связи. «Поэтому лучший вариант, если приучить себя с детства одновременно думать и играть в теннис. Если человек будет совмещать физическую и умственную деятельность, он может прожить достаточно долгую и благополучную жизнь», — говорит Бехтерева. В завершение этого видео мы хотим, чтобы вы знали, что для нас очень важна ваша поддержка. Каждый ваш комментарий бесценен, и вместе с вами мы делаем этот канал местом, где процветают вдохновение и мудрость. Душевного спокойствия, счастья и радости вам и вашим близким. Субтитры создавал DimaTorzok